Друзья, в преддверии праздника весны 8 марта я поздравляю всех женщин, девушек, матерей и запускаю акцию на все мои видео уроки в онлайн школе живописи. Акция продлится до 9 марта, 60 процентов скидка. Если вы не знакомы с уроками, приглядитесь пожалуйста к первому, 13, 28 и 52 и 53 уроки. Это вот база, фундамент для понимания живописи, из чего она состоит. А дальше выбирайте интуитивно. Каждый на своем уровне, поэтому вы знаете лучше, что вам нужно. Есть к каждому уроку видео анонс минутный и вы можете так сориентироваться. Удачи! С наступающим праздником! User MT. Чтобы избежать грязи, мешаю краски мастихином и мастихином пишу. Но не всегда нравится такая живопись. Но как-то начинаю мешать краски кистью, как только, и писать кистью. Получается грязь цвет не чистый. Предыдущий цвет забивается в щетину. Как вам удается мешать кистью краску без грязи? Если не брать в учет тянущий грунт, можно как-то избежать грязи? Тянущий грунт нужно обязательно брать в учет. Для каждого цвета брать новую кисть или делать замес им астихином. Спасибо! Но у меня несколько естественно кистей начинаю работать большими кистями и очень тщательно вымываете ее в растворителе, прежде чем делать какой-то, например, со светлой краски в темную вы хотите перейти. Но лучше тщательно вымыть, либо брать такого же размера кисточку, но для темной краски, для светлой краски. Для холодной, для теплой. Вот такими путями можно этого избежать. Но кистью, вот как бы ты ее хорошо не мыл, если живопись нежная, если цвета нежные подбираются, конечно, все равно остается в щетине грязь. Краски не нужно жалеть, но и мастихин в помощь, потому что чистота цвета обеспечивается это точно мастихином. Чистите палитру. Почему я белую использую? Во-первых, для того, чтобы сравнивать прямо на палитре с белым цветом палитры. Вот подложка такая. Пластиковая пластина у меня для лепки пластилина. На палитру наклеена, на двойной скотч. И очень удобно. И вычищаешь ее после работы с растворителем до бела. Ну и второе. Рабочее поле должно быть достаточное для того, чтобы туда не подмешивались никакие какие-то шальные, такие случайные цвета. Значит, нужно обязательно вычищать мастихином. Счищать и новый замес еще на этом вот белом поле. Другого пути нет. Чистыми кисточками, значит, их вымывать и либо мастихином. Так что удачи. Спасибо. Сергей Оценко, мне кажется, что пора вводить новый термин «батуизм». Батуизм – это такой стиль живописи, когда краски должно быть много, очень много, но ты не знаешь, что с ней делать, а просто надеешься на случайный эффект. Эффект случайности в живописи – это, конечно, ключевая вещь. И у Бату, и я этим пользуюсь, это восторг вызывает, потому что ты примерно… Ты же не знаешь, если ты много краски берешь, что там на выходе, потому что ты же кладешь вот этот замес прямо в холст, да еще легко касаясь, и смотришь, что там, совпадает ли с твоим видением того, что нужно, этот кусок не совпадает, счищаешь. Это же много краски. Опять надо замешивать. Опять. Либо добавляешь еще какие-то составляющие, чтобы этот мазок был эффектный, такой вот, и случайность там в нем была. Ну, я согласен с вами, Сергей. Ключевая вещь, что ты надеешься, значит, ты видишь, что должно быть. Вот в тоне. В цвет может там гулять, куда-то уходить вообще, потому что если ты много всего там берешь, в этот мазок, куда-то в сторону, но в тоне он должен держаться. И если это происходит, то да, надежды сбываются. Артур Хакобьян, 68, 50. Эх, житие мое. Королевская голубая состоит из смеси голубой ФЦ и белил. Ну, не знаю, мне кажется, все-таки больше ультрамарин плюс белила и плюс еще какая-то составляющая такая из розовых. Тогда можно достичь вот этой королевской. Но это не так важно. Просто она такая удобная, эта королевская голубая. Мы же ее используем как составную, то есть часть, в которую еще что-то включаешь. В чистом виде, конечно, это, ну, не очень, наверное, ее употреблять, но не всегда, очень так аккуратно. Все же знают, какого она цвета. Посложнее хочется. Но как исходник, такой фундаментальный исходник для какой-то сложной смеси, она очень хороша. Потому что намешать ультрамарин, еще эту розовую где-то найти, белила, это уже много работы. А так ты ее сразу берешь, что-то подмешал, и сразу тебя в дело идет. Конечно, это хорошее изобретение, не такое давнее. Ольга Каушански. В последнем видео вы дали ссылку на видео, где вы писали с натуры человека и с монитора задний план. Расскажите чуть подробнее о том, как вы совмещали и находили правильные соотношения. Опьяненная морем – это работа. Не только она. Кстати, я проводил мастер-класс в галерее «Коробка». И там я писал розы. Фон был такой довольно-таки темный, неинтересный. И я предложил, взял с собой несколько этюдов. Я знал, что я буду делать. Я буду совмещать букет роз, который все видят. Вот он освещен. И на заднем плане море. Показал всем этюды, которые предлагалось для совмещения. Выбрал тот, который мне наиболее был интересен для вытянутого формата. И совместил эти два мотива. Я довольно-таки часто пользуюсь этим приемом, что ли, методом. Когда портрет, например, пишешь. Я писал девушку одну в Краснодаре, Алина, на выставке. И потом изменил задний план, пользуясь этюдом, который я написал в Париже. Это, собственно, вид на сену и на собор Парижской Богоматери. Вид, если смотреть на него сбоку, то с правой стороны. Я написал задний план в этой работе очень легко. Таким образом, портрет выглядит силуэтом. Мы всегда решаем, как мы построим работу. И задний план, если много у вас работы, много этюдов, естественно, можно совмещать, комбинировать. Ну а как? Так и пишутся картины, как мне кажется. Другого метода не знаю. Фешин, например, собирал год целый материал для капустницы. И потом взял мастерскую и написал. Это же не просто люди, персонажи. Это же еще среда. Ее нужно было найти, этих людей поместить в эту среду. А уж как это соотносится в тоне с главным центром композиции, мы решаем просто путем эскизов. Делайте эскизы темнее, фон светлее, фон голубее, серее, я не знаю, охристей. И подбираем гамму и тональность просто опытным путем. Другого пути, я даже не знаю, как еще. Это хорошая идея, так набирается опыт видения тона. И взаимосвязи расширяются. Ты видишь больше, шире. Композиционно мыслишь, что у тебя будет главным, что будет силуэтом и по отношению к чему, и как это к чему вообще в тоне выглядит, чтобы этот центр работал. По сути, мы всегда решаем вопрос силуэтности. Светлое на темном, темное на светлом, и начинаем комбинировать. Путем того, что мы делаем множество эскизов, мы в этом купаемся. Это вообще приятная очень работа, такое эскизирование. И помня о том, что одного решения нет, мы можем несколько делать, они все будут для вас интересны, в какой-то момент времени вас заинтересует, особенно исходя из того, критерий главный, что вы так еще не делали. Или к этому мотиву именно такой задний план подходит. Это зависит от напряженной он, или наоборот расслабленной. Это какие-то внутренние ощущения вам подсказывают, на каком варианте остановиться. Но пробу и ошибки. Так что хочу заразить вас таким эскизированием, постоянной работой с эскизами. В конце этого ролика будет прямая ссылка на 471-е видео «Доверие к глазу». Я в нем показываю фрагментарно, как был написан этот мотив. Предлагаю его посмотреть. И делайте зимние этюды. Скоро весна. Субтитры создавал DimaTorzok